Здравствуйте! С вами Роман Высороб в эфире Дзержинского 102. Программа о работе Ставропольской полиции, происшествиях и раскрытых преступлениях. Сегодня в выпуске. Сто лет органам внутренних дел Ставрополья, как полицейские отметили вековой юбилей. Ловкий воришка появился с потолка, но погорел на камерах. Любитель пьяной езды не стал учиться на своих ошибках и пойдет под суд. 10 июня Ставропольские полицейские отметили важную дату. 100 лет со дня образования органам внутренних дел Ставропольского края. В честь этого события возле краевого главка ФВД состоялось мероприятие в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Возле мемориального комплекса «Благодарное Ставрополе солдатам правопорядка» прошла церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие руководство и личный состав краевого главка – ветераны краевой полиции и губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Место для проведения церемонии очень символично. Этот мемориальный комплекс важен для каждого полицейского региона. Здесь выбиты имена сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении своего служебного долга. Эти имена навечно вписаны в историю Ставропольской полиции. Конечно, было много в нашей столетней эпохе хороших, прекрасных дел. Часть из них трагических, они вписаны кровью наших дедов, наших отцов, наших коллег. Они прошли конфликты и погибли. И мы сегодня об этом будем говорить, будем говорить об этом 14 числа в Буденовске. Мы помним каждого из них, мы чтим их. Участники мероприятия почтили память своих коллег минутой молчания. Также вековой юбилей – отличный повод подвести итоги и поговорить о дальнейших планах. Елена Мирошникова поздравила полицейских и узнала о прошлом и настоящем служителе правопорядка. Краевая полиция отметила свой столетний юбилей. Такую важную дату нельзя было пропустить. Но с учетом обстоятельств торжественные мероприятия прошли скромно. Впрочем, без поздравлений не обошлось. Начальник краевого главка МВД Александр Олдак поздравил коллег с вековым юбилеем ведомства и поблагодарил личный состав за добросовестную службу. Он отметил, что особенно важно умение сохранять те нравственные и профессиональные принципы, которым следовали предыдущие поколения стражей порядка. На протяжении века безопасность на Сараполе обеспечивают органы внутренних дел. Продолжаю вносить свой вклад в развитие крупнейшей жительницы изравницы России. В верность долгу и выбранной профессии, патриотизм и мужество, высочайшая ответственность, те принципы, которые складывались десятилетиями и сегодня составляют нравственную платформу для тех, кто служит в органах внутренних дел края. Большинство почетных гостей поздравили полицейских по видеосвязи или подготовили видеопоздравления. Собравшиеся смогли увидеть их на больших экранах. Впрочем, несмотря на расстояние, и без подарков не обошлось. Одним из самых ярких событий стала презентация памятных изданий, подготовленных к празднованию сразу двух юбилейных дат – 75-летия Победы и 100-летнего юбилея органов внутренних дел Ставрополья. Книга «Ваш подвиг в нашей памяти» возвращает нас трагическим событием времен Великой Отечественной и рассказывает о послевоенных годах вплоть до современности. Здесь собраны фотографии более двух тысяч милиционеров, участвующих в Великой Отечественной войне. Так что это издание можно назвать фотоальбомом. С особой душой, с особым чанием подошли к подготовке этого альбома. Это действительно фотоальбом и стиль фотоальбома. Только фотоальбом не парадный. Фотоальбом о работе на войне. Парадных только вот форзац. Да, он парадный. Да, действительно. О том, что мы помним. Несколько разделов в этой книге. Это фотографии портреты погибших сотрудников во время Великой Отечественной войны. Это портреты тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне и потом служил в органах внутренних дел. Это участники обороны Кавказа. И фотографии такими, какими они были на войне и сразу после войны. И та преемственность, которая видна в нашем бессмертном полку. Замечательные фотографии наших ветеранов. Большинство из них, конечно, уже нет в живых. Возраст, время. Но остается то, что должно остаться. Память. Она осталась. Книгу «Летопись органов внутренних дел Ставрополя» можно без преувеличения назвать уникальной. Под одной обложкой собрались редкие архивные кадры, удивительные истории и рассказы о жизни разных подразделений. За сто лет во многих странах нет такой истории, которая у нас за 20-21 век. Столько событий никогда не происходило. И эта масса событий уложить и списывать в один кирпичик маленькой книжки, небольшой. Всего 540 страниц. И рассказы о районных отделах внутренних дел, о подразделениях аппарата, о том же управлении кадров, управлении тыла, о том же управлении ЕБДД. И мы постарались все это о всех отделах и подразделениях УВД хотя бы минимально донести до читателя, кто мы, что мы, чем занимаемся, чего достигли и что планируем. Авторы изданий шутят, что материала хватило бы и на несколько томов. Так что будет о чем рассказать и к 200-летнему юбилею. Елена Мирошникова, Руслан Аков, Ставропольское телевидение. От праздничных новостей переходим к будничным. В Есентуках хитрый спайдермен украл планшет. В Предгорном районе добычей мошенников стали 5000 рублей, а в Пятигорске 3 миллиона. Подробности этих и других криминальных историй в нашей оперативной сводке. Благодарненские полицейские установили подозреваемых в краже бензина. Двое молодых людей познакомились с девушками из села Алексеевского и ездили к ним на свидание. Однажды у них закончился бензин, а денег на заправку при себе не оказалось. Поэтому автолюбители решили слить топливо из первого попавшегося автомобиля. Причем кражу они совершили дважды. Сотрудники полиции установили подозреваемых. При досмотре их транспортного средства обнаружены различные приспособления, предназначенные для хищения топлива. Следственным отделом возбуждено два уголовных дела. Сотрудники полиции Есентуков раскрыли кражу из спорткомплекса. В дежурную часть обратился сторож учреждения с заявлением о краже. Он сообщил, что оставил на столе планшет и отлучился на некоторое время. А вернувшись, обнаружил пропажу имущества. Никаких следов взлома сотрудники полиции не обнаружили. Однако при изучении записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что злоумышленник в буквальном смысле появился с потолка. Он забрался по пожарной лестнице на крышу, спустился по металлическим конструкциям в помещении и таким же способом покинул спорткомплекс. За совершенную кражу он будет привлечен к ответственности. Также в Есентуках сотрудники полиции раскрыли мошенничество. Житель Придгорного района расплатился в магазине купюрой банка приколов. Получил сдачу и даже успел потратить деньги. Фальшивку обнаружил продавец и обратилась в полицию. После изучения записи с камеры видеонаблюдения мужчину установили. По факту мошенничества делом дознания возбуждено уголовное дело. И еще одно мошенничество, но на этот раз сумма куда крупнее – около 3 миллионов рублей. Жителю Пятигорска позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мужчине полагается компенсация в размере 35 миллионов рублей за ранее приобретенные через интернет лекарства, которые якобы не лечат. Звонивший убедил потерпевшего перевести в качестве страховки определенную сумму. Введенный в заблуждение гражданин онлайн-платежами и в отделении банка в Кисловодске перечислил на указанный счет около 3 миллионов рублей. А спустя время понял, что его обманули и обратился в полицию. И перейдем к автомобильной тематике. В Станице Незлобной в серьезном ДТП погиб байкер. В Михайловске нетрезвый гражданин украл чужую машину. А в Благодарницком городском округе будут судить алкорецидивиста. Теперь обо всем подробнее. В эфире Дорожный патруль. Трагедия на двух колесах. Страшное ДТП произошло на одной из улиц Станицы Незлобной. Мотоциклист выехал навстречу, где столкнулся с Волгой. Ее водитель разворачивался. В результате байкер получил тяжелые травмы. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание. Нетрезвый угонщик. В полицию Михайловска обратился местный житель и сообщил об угоне машины. В этот же день на одной из улиц остановили схожий по описанию автомобиль. За рулем оказался 40-летний мужчина, причем в нетрезвом виде. Но от медосвидетельства не отказался. Теперь он ответит по закону. Тем временем в Благодарненском городском округе еще один любитель горячительных поездок предстанет перед судом. Полицейские остановили мужчину еще в конце апреля. Процедура свидетельствования показала, что он пьян. Как выяснилось позже, за рулем алкорецидивист. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь любителя выпить за рулем ждет суд. В канун 100-летнего юбилея краевой полиции Музей истории органов внутренних дел Ставропольского края пополнился новым экспонатом. Это портрет Виктора Андреевича Глушкова. Он прошел Великую Отечественную, а позже посвятил свою жизнь работе в милиции. Этот портрет – часть совместного проекта Общественного совета при краевом главке МВД сотрудников полиции Ставропольских художников, художники края Великой Победы. Идея написать портреты фронтовиков, служивших в милиции, возникла еще пять лет назад, в канун 70-летней годовщины Победы. И сегодня художники продолжают серию работ. История этого портрета непростая. Общаться ветеран и художник могли только по телефону. Но, несмотря ни на что, картина получилась с характером. Мне повезло, что я писал портрет Глушкова Виктора Андреевича, человека, который был механиком в авиационном полку, служил во 2-4-м Украинском фронте. Виктор Андреевич, как мне кажется, он один из тех людей, именно благодаря которому техника работала, самолеты летали. Мне хотелось бы, чтобы эта работа висела здесь, в музее МВД. Я уверен в том, что в ближайшее время, когда уже будет возможно, и Виктор Андреевич придет, и другие ветераны, портреты которых писали наши художники, и увидят все воочию. Мы очередной раз скажем им спасибо за то, что они сделали в этой жизни. И дальше будем продолжать жить, творить. В будние праздники полицейские продолжают охранять наш покой. И если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного, и 112 вызов всех экстренных служб. С вами был Роман Выстараб. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова